МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Смоленской области зарегистрировано 273 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали пешеходы. Профилактическое мероприятие пешеход. Полицейские продолжают устанавливать новые факты противоправной деятельности подозреваемых. Задержаны подозреваемые в рэкете. Сразу же перейдем к церемонии награждения. Подведены итоги православного конкурса. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленские студенты собирают гуманитарную помощь сирийцам. За несколько дней, пока длится акция, предлагают собрать канцелярские принадлежности, одежду, игрушки, не портящиеся продукты и предметы личной гигиены. И уже в декабре первая партия вещей и продуктов воздушным конвоем отправится в пункт назначения. На финансирование агропромышленного комплекса Смоленской области выделяется более 1 миллиарда 200 тысяч рублей. Об этом рассказали на заседании комитета по вопросам АПК Смоленской областной думы. Планируется также, что продолжится реализация программ, направленных на поддержку развития рыбоводства, льноводства, мясного и молочного животноводства. На плановом оперативном совещании глава Тесногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Вячеслав Владимирович поздравил с юбилеем начальника отдела социальной защиты населения Злату Бриллиантову. Чтобы работать в этой непростой сфере, нужно быть профессионалом, обладать терпением, выдержкой, а самое главное – быть просто добрым человеком. Конечно, все эти качества у нас есть. И огромное спасибо вам за ваш труд и готовность прийти на помощь людям. От всей души желаем вам крепкого здоровья, несекаемой энергии, оставаться таким же мудрым и всем уважаемым руководителем. С 1 января изменяются условия получения единовременного пособия при рождении ребёнка. Право на получение областного государственного пособия при рождении ребёнка будут иметь семьи, чей доход не превышает 11 тысяч. Ещё раз повторяю, фиксированная сумма – именно 11 тысяч. И кроме того, внесены изменения в закон, что родители или лица их замещающие обязательно должны документально подтвердить свою трудовую занятость. 20 декабря для выпускников 11 классов прошло пробное тестирование по русскому языку. Педагоги, обеспокоенные увеличением заболевших детей, всю минувшую неделю мониторили ситуацию. В детских садах заболеваемость находится на обычном уровне, а в школах есть изменения. В отдельных классах, в школе номер 3 и 4, к сожалению, есть классы, где дети более 20% болеют. Но, тем не менее, вопрос о том, чтобы закрывать или не закрывать школу на карантин, у нас не стоит. Начальник медсанчасти 135 подтвердил, что заболеваемость ОРВИ увеличилась незначительно – 168 случаев за неделю. Случаев гриппа не зарегистрировано. 24 и 25 декабря на ФОКе состоится Кубок Смоленской области по баскетболу среди мужских команд. 30 декабря будет проводиться плановая проверка муниципальной системы оповещения с включением сирен и передачей речевой информации. Региональные спасатели подвели итоги уходящего года. За это время проведено почти 50 поисково-спасательных операций по поиску заблудившихся людей. Около 200 выездов на обезвреживание взрывоопасных предметов. Уничтожено более 4000 единиц различных боеприпасов. На ДТП выезжали 16 раз, при этом спасли 6 человек. Завершилась областная вахта памяти 2016. В этом году вместе с останками солдат поисковики обнаружили 268 медальонов, 2 награды, 40 подписанных вещей. Найдено 97 семей воинов. Останки 40 солдат передали в этом году поисковикам разных регионов для захоронения на родине. С 19 по 25 декабря в регионе и в Десногорске в частности проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Подробности далее. Данная акция направлена на снижение аварийности с участием пешеходов. Согласно статистике госавтоинспекции, в этом году на дорогах области погибло 50 человек и 237 оказались в больнице. От лица ГИБДД я хотел бы обратиться к водителям нашего города, чтобы они были более внимательны к проезду пешеходных переходов. К пешеходам, чтобы они переходили проезжую часть только по пешеходным переходам. И хотел бы обратиться к родителям детей нашего города, чтобы они использовали светоотражающие элементы, наклеивали их на одежду своих детей, также на рюкзаки и портфели. Во время операции сотрудники полиции будут выявлять пешеходов, переходящих в проезжую часть в неустановленных местах, и водителей, которые не уступают дорогу пешеходам на переходах. Также в центре внимания и скоростной режим. Итоги профилактического мероприятия станут известны на следующей неделе. И еще с 20 по 30 декабря в нашей области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Лес». Полицейские будут проводить рейды в местах лесозаготовок и другие мероприятия, направленные на борьбу с незаконной вырубкой и продажей древесины. На Смоленщине, как и в других регионах страны, успешно завершен первый этап формирования Национальной гвардии. В новое управление вошли аппарат, центр лицензионно-разрешительной работы, вневедомственная охрана, спецназ и СОБР. Полицейские Смоленского райцентра задержали подозреваемых в рэкете. Полицейским стало известно, что группа лиц под предлогом защиты бизнеса с 2015 года вымогала крупные суммы денег у коммерсантов, а также у старших бригад, работающих вахтовым методом в разных регионах страны. Подробности далее. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали троих жителей Ярцевского района. Позже установили причастность к трём фактам вымогательства и 25-летнего жителя Москвы. Его также задержали на территории Ярцевского района при силовой поддержке СОБРа. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать новые факты противоправной деятельности подозреваемых. В Смоленске чествовали лучших врачей и медицинских работников среднего звена. В этом году в конкурсе участвовало почти 70 человек. Победителей областного профессионального конкурса наградил губернатор Алексей Островский. Продолжаем тему медицины. Трансплантацию костного мозга теперь будут проводить и в Смоленске. Об этом сообщили в областном центре гематологии, который расположен на базе железнодорожной больницы. Многие годы больных направляли в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга для проведения непростой и очень дорогостоящей процедуры. К другим новостям. 30 ноября в Десногорске прошел творческий конкурс «Православная Моя Русь». Проводился он в городе уже в четвертый раз. В этом году на суд жюри было представлено 67 творческих номеров. Кто стал победителем, расскажем в нашем сюжете. Так как в этом году участников было 141 человек в четырех возрастных группах, это очень осложнило работу жюри при подведении итогов. И награждение состоялось только 19 декабря. Один из самых лучших конкурсов, который был до этого времени. Мира, которые вы нам представляли, были подготовлены значительно лучше, чем прошлые годы. В возрастной группе с 5 до 7 лет в номинации «Вокальное искусство» первое место занял воспитанник Дома творчества Евгений Севец. В этой же номинации в возрасте с 7 до 10 лет победу разделили Елизавета Платонова, Алиса Болдырева – ученицы четвертой школы и коллектив народной песни Дома творчества «Забава». А в возрасте с 11 до 14 лет Валерия Савченкова и Антон Морозов – ученики четвертой школы. В старшей возрастной группе с 15 до 18 лет победительницей стала ученица первой школы Ксения Комозова. Участвую в конкурсе первый раз, заняла первое место, думаю, что выступила отлично. В номинации «Художественное чтение» в возрасте с 7 до 10 лет первое место заняли Александра Белошапко, Даниил Спиридоненков, учащийся четвертой школы, и Евгения Кичигина, ученица первой школы. В возрасте с 11 до 14 лет лучшей была признана Ксения Артюкова – школа номер один. А в возрасте с 15 до 18 лет воспитанница Дома творчества Анастасия Гайдайчук и ученик третьей школы Константин Калачев. Четыре года, как я участвую в этом конкурсе, и посчастливилось занять первое место. Также хотел бы сказать большое спасибо моему педагогу Николаевне и пожелать будущим участникам удачи. В номинации «Инструментальная музыка» в группе с 11 до 14 лет победителем стал ученик третьей школы Элеонид Козырев. Все победители и призеры четвертого городского конкурса «Православная моя Русь» были отмечены не только почетными грамотами, но и памятными призами. И в заключение о спорте. Администрация ДЮС США Десногорска поздравляет победителей и призеров открытого турнира подзюдо на призы заслуженного мастера спорта Нелли Воробьевой, который прошел 18 декабря в Смоленске. Наши юные дзюдоисты заняли 6 первых мест, 6 вторых и 4 третьих места. От души желаем новых побед в спорте. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defiz.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok